31 обзор за месяц? Вы скажете невозможно? Я же скажу, давайте попробуем! Объявляю на канале Сын Отец Игрушки новогоднюю лихорадку! Приветствую вас, парни и девчонки, с вами Алексей Чернышов. Ну, во-первых, поздравляю вас всех с первым днём зимы. Да-да, уже первое декабря. А начать сегодняшний выпуск я бы хотел с того, что расскажу вам немного о новогодней лихорадке, которую я планирую на нашем канале. В течение месяца я планирую сделать 31 ролик, то есть по одному видео на каждый день. Ролики будут выходить после 18.00 по Москве. Так что подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ну а видео обязательно досмотрите до конца. В конце я расскажу о том, какой интерактив я придумал на эту новогоднюю лихорадку. Ну а теперь переходим к новостям. Бывший Мегаблокс, теперь уже Мегаконстрактс, предлагает нам аж три пакетных серии. Какие? Давайте узнаем! Первое это Мегаконстрактс Halo Challenger. В принципе, привычная для данной серии пакетная продукция с фигурками. Разве что название не то, которое все ожидали. Однако это не суть. Главное то, что нам предлагают собрать 8 фигурок и по традиции одна из них выполнена из прозрачного пластика, из-за чего эти фигурки за рубежом называют Гамми Бер. Еще одной весьма интересной новостью стал выпуск фигурок по серии Могучих Рейнджеров. Как вы уже наверное знаете, я об этом говорил ранее в новостях, Мегаконстрактс вернула серию Пауэр Рейнджерс. И теперь нас ждет еще и пакетная продукция. Первая серия фигурок, а я просто уверен, что должна быть и вторая, будет содержать 6 фигурок классических Рейнджеров. И это чертовски круто, друзья! Также нас ждет еще и пакетная серия по черепахам. По-моему, четвертая по счету уже. Жаль, не по классическим, конечно, но все же есть и тут весьма интересные экземпляры. Четвертая серия будет содержать 7 фигурок и по традиции один из братьев будет выполнен в черном цвете. На этот раз это Донни. По Мегаконстрактс все. Переходим к Лего, а точнее к пакетной продукции от Лего. И это изумительная серия мини-фигурок, созданная на основе анимационного фильма про Бэтмена, который уже вот-вот появится на экранах. Серия будет содержать аж 20 фигурок, среди которых я бы отметил Бэтмена в розовом. Просто милаха какой-то. Бэтмен-пещерный человек, Бэтмен-рокер. Вообще все Бэтмены просто невероятно хороши. Как и Харли Квинн. Замечательные фигурки. По-моему, отличная серия получится. Далее новости мельком. В сети появилась первая фотография микса 2017 года Реплика Интертеймент. Ранее серия носила название Ретро Интертеймент. Однако это не главное. А главное то, что в этот раз нам не показали ничего нового. Совпадение? Не думаю. В заводских глубинах технолога создается новое поколение UNL. Об этом написали уже все паблики, близкие к тематике технолога. Однако, существу еще нужно дорабатывать и дорабатывать. А пока весьма стрёмно все это выглядит. Хотя морда и ничего такая. Поживем, увидим. А еще вот такие наборы в коробках планируют выпускать технолог уже в январе 2017 года. Который, кстати, не за горами. А вот это уже кое-что. В конце ноября компания Просто Тойз открыла продажи на замечательные фигурки смешариков. Созданных по мультфильму «Смешарики. Легенда о золотом драконе». А также на фигурки смешариков, так сказать, в их классическом обличии. Еще Просто Тойз напомнили, что не прекращают дорабатывать коллекционную фигурку «Гнев». И обещали показать свежие снимки. Но так пока их и не было. Ждем-с. Лего анонсировали новый набор из серии «Спид Машинс», который будет содержать пару авто. Ford GT40, который одержал победу в 24-часовой гонке Лимоне в 1966 году. И Ford GT 2016, победитель этого года. Ну и, судя по всему, пару фигурок пилотов-победителей. И, как обещал ранее, еще немного информации о новогодней лихорадке. Каждую неделю я буду стараться делать как минимум один обзор на лего, мегаблокс, хотвилс, ну и, конечно же, технолог. Куда без него. Кстати, порядок не обязательно будет такой, как я сейчас перечислил. Ну а остальные дни, естественно, обзоры на солдатики, фигурки и прочее. Также я хочу сделать в рамках новогодней лихорадки небольшой интерактив, где я буду задавать вам вопросы, на которые вы будете отвечать в комментариях и задавать мне встречный вопрос. Задать встречный вопрос вы можете только в том случае, если ответили на мой вопрос. Ну, немножко запутанно, но на самом деле все просто. Я вас спросил, допустим, есть ли у вас кошка. Вы пишете «Да» и под своим комментарием, там ниже, вы задаете мне свой вопрос. Допустим, а что ты кушаешь, что ты слушаешь, какой у тебя кот, есть ли у тебя собака, не знаю, любой вопрос. А какой будет обзор завтра, а что ты делаешь там по ночам, я не сплю вообще. Или там покажи, а что у тебя там на полке справа от тебя. Ну, в общем, любой вопрос. Если ваш ответ будет очень интересен, я, естественно, отвечаю на ваш вопрос. В следующем видео в конце каждого ролика будут мои ответы на ваши вопросы. Надеюсь на вашу активность и поддержку. Ну, а вопрос на сегодня такой, что вам больше нравится, Новый год или ваш день рождения? Ну, и, конечно же, напишите, почему вы выбрали тот или иной ответ и задайте мне свой вопрос, на который я отвечу в следующем ролике, а точнее в конце следующего ролика. А на этом давайте заканчивать наш первый день новогодней лихорадки. Благодарю за внимание, не забывайте про комментарии, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать своевременное оповещение о новых видео. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.